Микс Ньюс Утро на Болткоме Да, продолжаем у нас, как уже было анонсировано, представитель сообщества латвийских велосипедистов, глава предприятия «Велокурьер» Олег Столеров в этой части нашего утра Доброе утро Здравствуйте, мы продолжим говорить о велотуризме, но вот, как я уже за эфиром сказал, может быть, о передвижении в дождливую погоду, пару слов скажите Вот сегодня пасмурно, я сам сегодня просто велосипедист, утром очень так вдумчиво и внимательно смотрел за окно и думал, да, успел я дыхать или нет до работы, но я успел Ну вот, вы знаете, у велосипеда хорошая черта, что надо себя преодолевать Вот, кстати, я тоже, знаете, когда дождливая погода, первые две минуты, у меня такая паника, как я поеду, а вторая мысль появляется, зачем на велике, машина же у меня есть, может быть, я в машину поеду И это у всех людей, у профессионалов, ну, люди так созданы, я так создан, вот, к сожалению, ну, у меня вторая цель, что я, даже не цель, а такой подарок, что я могу себя собраться, себя немножко преодолеваю Тогда я сажусь на этот велике и еду, и погода хорошая, сегодня тепло, сейчас 18 градусов, ночью было 15, это очень тепло Ну, если можно, то все-таки, как... Да, да, ну, вторая дождь, ну, надо плащ одевать Плащ, да, то есть Да, ну, если, вы знаете, не надо, раньше были когда-то такие крутые плащи, такие кожаные, да, а если накидка, она стоит 50 центов Дождевики Дождевичок, куча дождевичок, населите себя Первые минуты будут неприятные, потому что дождь идет в лицо, а когда уже ножки разойдутся, я так говорю, руки разойдутся, тело разойдется А чего не хотим ехать, все нормально, главное, чтобы было тепло, и опять же, вот, я говорю, что это очень индивидуальное дело, потому что есть люди, которые Там две-три пары штанов одевают, чтобы нормально себя чувствовать, да, второй человек, вообще, вот, я носки не ношу, мне стыдно признаться, но я вот без носков приехал, да И, ну, вот, уже месяц хожу, у меня вот кроссовки Ну, сейчас такая погода, которая... Да, но я все равно, вот, хожу и очень себя хорошо чувствую, да, и вот это такое... Мазоли, мозоли могут возникнуть Ну, нет у меня, вот, такая элементарная мелочь, вот с этих мелочей надо бы как-то вот на эти мелочи смотреть, да, и не бояться плохой погоды, потому что плохой... Ну, все говорят, плохой погоды нет, если есть плохая одежда А если все-таки, ну, ветер и дождь в глаза, то есть, ну, очки Ну, очки, очки, я грешу очень много, я не одеваю очки, знаете, не потому что их теряю Знаете, мне две пары очков, три пары очков, мне надо, я куда-то их поставлю, куда-то... Они, ну, теряются просто, и уже потом ругаюсь себя, ну, что делать, и 50 лет без очков приехал, очки надо Ну, просто мы в велотуризме, вот, тут собрались поговорить, и вот погода тоже просто Просто одно дело доехать, как я уже сказал, до работы, где ты окажешься потом в тепле и там, и так далее А другое дело, когда ты в каком-то длительном велопоходе, вот это непогода, ты можешь промокнуть... Вы знаете, ну, я вот на Лиге, на Лиге я ездил, я ездил, вот, на Лиге я был на Колке, это Колка, Мазерба, Митель Торнес, Через Ирбы Вы доехали, да, туда, на велосипеде? Да, вот я как раз на Лиге ездил, ну... А за сколько дней, если не секрет, до Колки? Вы знаете, я, конечно, время, вот, сейчас ограниченное у людей, да, я беру так, что у меня в микроавтобус ездил, да, или в машину А, то есть не на велосипеде, да? Туда я закидываю велики туда, закидываю велики туда, еду до Колки, тогда я весь день уже кручусь на этом месте Вообще, это самый, самый такой толковый велотуризм, когда у вас есть средство передвижения, на котором вы на велосипеде доезжаете, на машине, а потом уже едете на велике Поэтому вы можете тогда очень эффективно использовать сам велосипед, вы берете те места, где нет машин, где хорошая, нетронутая природа, хорошая природа, слава господи, такая в Латвии есть, да? И ехать до Колки самому, вы знаете, два дня вы будете пыхтеть, ну, там, 150 километров, если под ветер попадете в лицо, да? У вас удовольствия не будет Ну, по шоссе гнать все время, да, там машина обгоняет Первый, первый час будет нормально, вроде, ну, ничего страшного, да? Второй час нормально, а на третий час начнете, ну, просто, ну, уже организм начинает, он так-так, брахлите, машины идут мимо, и, ну, вы ничего не увидите Вы просто, это будет физическая нагрузка, как на тренажере, да? А вам нужно, на велосипеде вы можете не только, это не тренажер, велотуризм, это эмоции, да? Если вы можете ехать вдоль берега моря, да у нас уникальное море, самое уникальное море вообще, я думаю, в мире Потому что, если мы возьмем, вот, люди даже не задумываются, что вот такой берег, как Слелупа, вы же можете ехать до Каукры, свободно, свободно можете ехать Это фантастика, ну, ветер надо подлавливать Если, например, электрические, там, тогда не надо ветер ловить, да? Там батареечки, когда-то ветер съест А если просто, надо смотреть, с какой стороны подъехать То есть, революция, да? Да, надо смотреть, я подъезжаю обычно на машине, даже около моря, смотрю Ну, или прогноз Да, смотрю, с какой стороны будет ветер, с того конца я начну ехать На Лигу ехал, в субботу море был вообще, на побережье, ну, 2-3 велосипедиста встретил Очень хорошая тенденция, люди очень много пешком идут с рюкзаками Это вторая прекрасная тенденция, она свалится, господи, что, ну, развивается, да? И море было спокойно, никого, людей в Колке были люди только, вот, а в Мазар бы немножко А едешь там уже между этими поселками, это вообще голый пляж А если песчаный грунт, насколько тяжелее на велосипеде? Вы знаете, надо знать, вот, как раз эта тема, о которой я хотел сказать, что это большой недостаток Даже, вот, там, в обществе велосипедистов никто толково ничего не делает, да? Возможности есть технические, да? Потому что, если мы берем грунт, например, вот у Колка Мазар бы, или вот Рижское море, оно всегда, она всегда может поехать Ну, если очень большой шторм, да? Это зависит от уровня песка и от уровня моря Вот, например, мы шли там 7 километров уже от Мазар бы, это Сикрекс, да? Там уже, я бы сказал, ну, еле-еле, если против ветра или ветра там плохо Это зависит от этого, но все равно это возможность есть, в любом случае, да? Такую, такую проехать Ну, а вот если говорить все-таки о таких велопоходах дальних Нет машины, например, вот мы хотим на дальнее расстояние проехать Ну, и если брать вот человека, который, в принципе, ездит в велосипеде по городу Там есть опыт, нагрузка длительное время А с каких расстояний, с вашей точки зрения, можно начинать? Вот если я хочу поехать, не знаю, из одного города в другой У меня есть опыт езды внутри города А теперь я хочу на такой длительный поход, ну, вот по шоссе, как вы говорите Ну, вы знаете, я бы сказал, не надо Не надо? Не надо Почему? Потому что вы сейчас в электричке, доедете до Тукумса, начинаете крутить в Тукумс Или, наоборот, если до Саукраса, хотя бы начинайте там где-то крутить Не надо с машинами вместе кататься До Саукраса надо доехать, а как туда доехать? На электричке, у нас довольно, надо отдать должное, ну, по сравнению То есть вы только за такой формат туризма Вы знаете, да, потому что мне очень хочется, чтобы, как самому, да, например, вот Самому, ну, время самое дорогое, что у нас есть Ну, самое дорогое время Ну, это же тоже эмоции, вы сами сказали Вы знаете, да, но лучше позитивные эмоции Если вы доедете до Сауспраса, хотя бы выйдете там по дамбе, поедете на велике Когда, ну, приятнее ехать по дамбе, чем, ну, чем Надо идти ближе к природе, стараться обязательно Поэтому называем велотуризм, да, потому что это Можно заниматься городским туризмом, вот, пожалуйста Сейчас среди улиц, там, среди машин гоняйте Нет, я не знаю, из одного там из города, там, Рига в город, ну, куда не ходит электричка, например Там, из-за, в Елгов Вот, в Елгов Мы в прошлый раз на эту тему останавливались, потому что Я в прошлый раз вам такую интересную вещь не сказал Мы там, так сказать, с таким скептисом о министерстве сообщения говорили, да Вот Венгрия, маленькая страна, Венгрия там Я бы не сказал, что она очень хорошая для велотуризма У них пять госчиновников Пять госчиновников занимаются велосипедами То есть, вот, если у вас в каждом министерстве какие-то должности, да Вот у нас в Латвии за 25 лет Должности человека, который занимается велотранспортом Должности, который занимается инвалидами Ну, это не только велотранспорт, там, скажем, колясочка инвалидная Те же самые... Не, ну, есть министерство благосостояния самостоятельного? Они не занимаются Я отвечаю, они не занимаются У них есть, нет ответственного человека, который за это отвечает Нету такого человека По социальным делам Даже не социальные Имеется чиновник, который отвечает за велотранспорт Чтобы были велодорожки, где их рисовать Где велосипедная плосма, где много велосипедистов проходит Потом Сейчас, в общем, это можно, надо кому-то это систематизировать, понимаете Они говорят, пусть делают общество велосипедистов Общество велосипедистов как работает? У меня мало работы на велокурере Есть свободное время, я немножко занимаюсь У меня на велокурере пошла нагрузка, сейчас лига была, да? Две недели никто этим не занимался Мы не можем, потому что... Ну, вот с вами часто господин Селонекс приходит Ну, Селонекс тоже Он энтузиаст Мы энтузиасты, но должна быть система Поэтому мы платим налоги какому-то учреждению, какому-то человеку Которое систематизирует работу Для этого есть госгосударство Для чего же мы налоги платим? Тогда государству не надо Понимаете И вот за эти годы не было В Рижской Думе был на ставку один человек На полставки был я, Александр, я вот даже фамилию знаю Он-то проработал 2-3 года Он говорит, потом не выдержал уже Потому что его все время нагружали другими делами Он на полставки, да, я говорю, все за него транспорт не отвечает И нет такого человека Не в министерстве Слушайте, но если послушать, извините, автомобилистов там и других Тех, кто не так толерантен То у нас Рижская Дума наоборот только велосипедами занимается Есть такое мнение К нам приезжают датские специалисты Говорят, что нам нужно улицу Барона вообще сделать пешеходный, велосипедный У нас там худо-бедно эти велодорожки появляются Вот есть такое мнение, что наоборот Вы посмотрите сами Вот, например, если мы возьмем, например Попробуйте поехать в Юрмалу на велосипеде Я ездил не раз Ну да Ну не самая плохая велодорожка Ну не самая плохая Ну не самая лучшая А Плусма Ну поток Да, поток Ну очень большой И она занимается Притом Юрмала будет велодорожку в Бабит и восстановит Я думаю, что через два года Бабитское самоуправление Понимает, что нужно восстановить А почему она восстановит? Она же вроде... Она там очень плохого состояния Вы знаете, я ехал вот буквально три недели назад Она очень плохого состояния На то... Причем на Юрмальском участке Да В большей степени На этот поток На людской поток Ну это стыд и позор Потому что людей очень много Ну для чего? Надо смотреть там, где, во-первых, люди Там будет Но нет Должен быть человек, который за это отвечает Это должна быть система Понимаете? Система отработки Ну везде есть Не надо ничего придумывать И это вот проблема Будет, не будет Вот за эти четыре года Вот сейчас мы будем министр сообщения Завтра мы его увидим Завтра министр сообщения увидим Он будет в Аумере Он тоже, да, высказывается очень позитивно Да, там будет На лампе Лампа будет на лампе По-моему, по четвертому на лампе он будет И я обязательно буду Я надеюсь, что я с ним смогу подискутировать То есть получается, по вашему мнению Лучше использовать все-таки транспорт Для того, чтобы передвигаться Вот, ну, как Не путешествовать Не с точки А, а с точки Б А внутри точки Б Да, в любом случае Потому что, если, например, я еду Допустим, даже я еду в Майоре Ну, в Майоре, да А, знаете, час проходит Не час проходит по юрмарской велодорожке Даже по юрмарской велодорожке А поезд 40 минут Поэтому Даже меньше на 30 Даже меньше, да И вы выигрываете время И при том Поезда, ну, сейчас немножко загружены Если утром, рано или вечером Они не загружены Ну, а вот Если говорить о велотуризме Велопохода Вообще опытные походники Не только вело Там и пешеходные Знают, что Настоящая проблема Она заключается не в том Чтобы взять все необходимое А в том, чтобы не взять Ничего лишнего Я думаю, что с велосипедом Это особенно Играет свою роль Потому что здесь нагрузки И так хватает Вот если говорить о вещах Которые берут с собой Там, ну, рюкзак Это не всегда только рюкзак И сам велосипед Служит таким Багажником Своеобразным Вот Что бы вы сказали Оптимальный набор велотуристов Вещи, которые Ну, точно И как Нужен рюкзак Вы знаете, вот меня Ну, вот Я вам Вы думаете Вот как противный человек Такой этот Олег Индивидуально Вы знаете Вот бывает так Что женщина не возьмет Две пары штанов И поделит Мужику Но есть какие-то маст вещи Скажем так Точно Ну, вы знаете Есть какое-то Что объединяет всех Ну, что нужно сделать Что вот Действительно Я всегда беру насосик Запускную камеру И ключики Чтоб можно было поменять Потому что Времени вы потеряете Очень много Если вас пробили колеса Где-то посреди леса Да И вот Его потом надо Ну, выносить куда-то Да Или Вот это надо И даже Вот это точно Что надо брать с собой Да Вот К сожалению Вот пробивает колеса Да Я бы Наверное Это самое главное А все Это самое главное Да И вторая вещь Что велосипед Надо перед чем Вы как едете Да Ну, там Подмазать его Да Он будет хорошо крутить Там Вот просто цепь смажьте Там же еще с плакончиком Тук-тук-тук-тук Ну, посмотрите Посмотрите, какая погода Посмотрите, какой ветер Да Ну, какая ветер Какая погода Заранее Да И все Ну, курточку там Бросьте Я считаю, что лучше Взять лишнее Вот, кстати, интересный вопрос Все-таки Да, потому что Если вы взяли Что-то лишнее с собой Ну, курточку лишнюю с собой Ну, вот Когда будет холодно Да Вы ничего не сделаете А вот лишнее Можно снять И положить на багажник Но часто это лишнее Оно вот так По чуть-чуть По чуть-чуть И превращается Просто в очень Ну, неподъемный груз Который просто тебя тянет Ну, вы знаете Вот поэтому Когда вот Ну, дай бог Что я такой ленивый Я беспокоюсь всегда Да Поэтому, может быть Я начал заниматься Электрическими велосипедами Мы в прошлом Очень много говорили Об этой теме Что он позволяет Брать все, что я хочу Практически Да Очень много разрешает Позволяет И такое путешествие Создает более удобное Более такое Ну, вот Мы немного в прошлой части говорили Вот я просто сейчас тоже вижу Мы говорили о том Как быстро время летит Я когда вижу на улицах Вот сейчас большой наплыв Этих электроскутеров Да Просто невероятное количество Их появилось Даже электроскейты Стали появляться То есть я вижу Едет человек Я так смотрю В горку он едет Понимаю, что он не толкается ногой Там все Электричество Ну, то есть Ощущение такого будущего Оно уже есть какое-то Там Следующий этап Да только летающий Вот эти вот скейтборды Как в фильме «Назад будущее» За этим действительно Вот Опять же Будущее Мы понемногу Перемещаемся в эту сторону Или старый добрый велосипед Вечен Да, цепь вот это все Или Вы знаете Мы очень Вот Мы как раз в прошлом раз Затронули Затронули Да И мы очень Вот так Я считаю Сильно доказали то Что Вот вы говорили О скейтборде Вот представьте Что я велосипедист Ведь я же приехал На велосипеде сейчас Да И вот эта энергия Если я еду на самокатике Она остается Неиспользованная Моя энергия Я в день могу Столько километров Проехать на велике Не надо электрически Значит у меня есть Большой потенциал И здоровья И всего Но есть комфорт Соблазн Вы знаете Вот Ну это уже такая Религиозная тема Надо себя преодолевать Вот как С погодой Грехов Да 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 вот Я тоже ленивый Бываю И я вспоминаю Ну лень это грех Надо себя поднимать А вот груз Как лучше его распределить Если мы отправляемся в путешествие Берем с собой какие-то вещи Как лучше распределить груз на велосипеде Спасибо за очень хороший вопрос На руль не надо ставить Ни в коем случае Потому что очень много ошибок Женщина Особенно Вот когда им нравится Когда вот Знаете Впереди Корзинка Вот эта корзиночка Они накидывают туда Продукты Продукты и так далее Руль становится гулящей И вот тогда можно очень легко упасть И на кого-то наехать Там малейшее движение Неправильно Руль гуляет Вот это вот Это не надо На руль не надо Надо назад Максимально назад Но очень много нельзя назад Потому что руль поднимается Но пусть поднимается Чем он гуляет Да Рабо получается Ну самое главное Назад И еще главное Что постараться Груз максимальный Вот мы говорили Мы очень не используем велосумки Профессиональные велосумки Если велосумка профессиональная Она идет максимально ближе к земле Ну ниже Справа и слева Да Да, и есть еще сумки впереди. Почему? Они не на руле, не на руле, а они на раме. Ну, на раме там, где вилка. И у вилки там есть такие специальные, ну, такая, сумочки ставятся, и тогда он очень хорошо идет. То есть, у вас впереди руль свободный, а вот груз лежит на вилке, как бы, да. Такие сумки есть. Просто надо, знаете, больше копаться в интернете. Больше копаться в интернете, смотреть в Ютубе. Очень много, настолько много, что это невозможно проконтролировать, но другого, другого, другой возможности. Ну, вот с вами поговорить. Рюкзак, например. Ну, вы знаете, я не такой, я считаю, что не такой профессионал, потому что я тоже не могу, к сожалению, я люблю ездить, мне нравится что-то делать, да. Я вот не компьютерщик, понимаете. Вот чтобы сидеть в интернете с утра до вечера, там, блог сделать свой и так далее. Мне так хочется шевелиться. Вот вопрос с рюкзаком. Можно ли туда складывать какие-то большие вещи? Вы знаете, не надо, потому что спина и спина. Если есть велосумки, обязательно велосумки. Это вторая ошибка рюкзака. Не знаю почему. Ну, тяжелый, если он легкий. Тяжелый, даже легкий, ну, до килограмма, максимум до килограмма. Это и тоже много, я считаю. В велосумку там можно куртку максимум положить. И то не нужно. Если можно, ставьте, пусть у вас спина свободная будет, пусть она шевелится, пусть морского гуляет. А зимний велотуризм, это явление адекватное или уже категория экстрема? Нет, это очень адекватная тема, потому что те колеса, которые сейчас приходят, которые пока еще дорогие, зимняя шипованная резина, она настолько хорошая, потому что там, где я не могу пройти пешком, в туфлях, я прохожу на земной велосипедной резине. Это фантастика. Это вторая фантастика, которую люди молодцы, они делают. Это фантастика. Кроме шин и одежды, понятно, это зима, больше никаких там получается для велосипеда отличий. Да, будет скорость меньше. Даже если у вас электрический велик, потому что вы уже там 30 км в час полетели. Не будет, 20-ник можно выдержать, ну 30-ники многовато, ну 20-ник можно держать. Вот, это такое дело. Потом я очень хочу, люди там спрашивали, ну вот есть какие-то очень интересные мероприятия, вот кроме МТБ чемпионатов, на МТБ это где уже выедет на результат. Я, конечно, вот хотел сказать, что в Латвии есть уникальное мероприятие, уникальное мероприятие даже на уровне Прибалтики, это Виолоколдыга, такое мероприятие есть, где собираются 3000 человек велотуристов, да, и оно идет как культурный праздник, велосипедный культурный праздник, там, концерты, все, что связано с велосипедом, я это считаю. И у нас в Латвии самый большой ночной велопробег, велопоход. Он тоже в Кудыке проходит, там тысячи человек собираются. А вот это, простите, у нас минуту остается, вот эта культурная, как это называется, критическая масса, которая у нас проходит, очень много критики вызывает, в смысле, что это несанкционированное мероприятие, якобы. Да, оно несанкционированное. Как вы к нему относитесь? Вы знаете, это уже другая тема, это, во-первых, критическая масса, она не связана с велотуризмом. Критическая масса – это велотранспорт, это… Ну, велокультура. Это даже, это нет, это демонстрация, традиция демонстрации за права велосипедистов в городе. Это не велотуризм. Ну да, ну… Это именно права велосипедистов в городе. Спасибо большое, представители сообщества латвийских велосипедистов, глава предприятия «Велокурьер» Олег Столяров. Ждем еще, продолжим наши разговоры. Приходите обязательно. Андрей Лешкевич, Олег Пех, сегодня мы провели с вами. Спасибо всем, кто поучаствовал. Всего доброго.